Значит, правду говорили подьячие на Ивановской площади. Стрельцам Москвы не видать. Когда этот указ, присланный от царского имени, был объявлен, то полковники Чубаров, Черный Тихон, Гундерт Марк представили Рамадановскому беглых стрельцов из своих полков человек с пятьдесят, и Рамадановский велел отвезти их в город, крепость, и сдать торопецким воеводам. Но ясаулы, провожавшие беглых, встретили на дороге толпы стрельцов, которые отбили товарищей, гонялись за ясаулами и бросали палками. Рамадановский отправил было против них новгородских стрельцов, но те по малолюдству не могли сладить с мятежниками. Тогда Рамадановский по просьбе полковников послал вычитать подлинный указ на съезжих дворах по полкам порознь, а к разрядному шатру для сказки указа московских стрельцов призывать не велел за такую их воровскую шатостью, опасаясь от них всякого дурна. В полках Чубарова и Колзакова стрельцы грамоту слушали, и Колзакова полка стрельцы били челом на милости и сказали, что за воров, если они явятся, стоять не станут. А чубаровские стрельцы сказали, что у них воров нет, а некоторые из них ходили в Москву, те ходили от голода. Колзаков из своего полка привел воров пятнадцать человек к разрядному шатру, оттуда повел в Торопец и отдал воеводе. Но стрельцы, собравшись, отняли их у воеводы отбоем, а за полковником Колзаковым гонялись и палками за ним вслед бросали. И ушел он от них, покинув лошадь, за реку Торопу по мостовинам. А стрельцы полков Черного и Гундерт Марка слушать царской грамоты к съезжим избам не пошли, и по улицам, близ разрядного шатра и двора, где стоял Ромодановский, начали ломать изгороди, и с кольем, собравшись многолюдством, стояли великими толпами. Ромодановский, испугавшись с конными дворянскими полками, выступил из города в поле и стал в ополчении по московской дороге. Чубаров, Гундерт Марк и Колзаков были с ним. Князь велел им ехать в свои полки и выводить их порознь из слобод в поле и идти в указанные города. Полк Чубарова выступил и пошел сквозь конные роты и полки. Ромодановский, подъехавший к нему, велел остановиться и стал уговаривать, чтобы выдали бегавших в Москву. Стрельцы отвечали, что за беглых не стоят. Только взять их и выдать мочи нет. Ромодановский сказал им на это. Беглецов малое число, а вас пятьсот человек слишком. Стрельцы пошли в полк, прошел час времени, никакого движения. Ромодановский посылает сказать им, чтобы не медлили выдачи. Прежний ответ. Мочи нашей нет. Вслед за этим полк пошел, а беглые отстали и повернули к торопцу. Ромодановский послал копейщиков и рейтер ловить их. Те стали ловить, но тут выступает полк Гундерт Марка. И воры скрылись в него, пробравшись болотными местами и кустарниками. Полковник и начальные люди кричали, чтобы воров в полк не пускать. Но рядовые стрельцы не послушались и хотели биться с конницей, ловившую воров. Они кричали, у нас в полках воров нет, а ходили в Москву от нужды и без кормницы. Все стрельцы пошли в указанные города. И Ромодановский отослал им жалование на два месяца, чтобы не было никакого предлога к продолжению смуты. Но стрельцам нужно было не одно жалование. Им нужна была Москва, в которую их не пускали. При том же дело было уже начато. Царскому указу учинились ослушные. Бегунов не выдали. Семь бед, один ответ. Разумеется, бегуны по инстинкту самосохранения должны были изо всех сил бунтовать остальных. Стрельцы шли медленно, нехотя делали верст по пяти в день. И шестого июня на берегу Двины бунт вспыхнул. На телеге перед четырьмя полками стоял стрелец Маслов и читал призывное письмо царевны Софьи. «Вест, но мне учинилось, что ваших полков-стрельцов приходило к Москве малое число, и вам бы быть в Москве всем четырем полкам и стать под девичьим монастырем табором, и бить челом мне и тить к Москве против прежнего на державство. А если бы солдаты, кои стоят у монастыря, к Москве пускать не стали, и с ними бы управиться, их побить и к Москве быть, а кто б не стал пускать людьми своими или солдаты, и вам бы чинить с ними бой». Толпы зашумели. «Идти к Москве. Немецкую слободу разорить и немцев побить за то, что от них православие закоснело. Бояр побить, а им, стрельцам, жить в домах своих. Послать и в иные полки, чтобы те полки шли к Москве для того, что стрельцы от бояр и от иноземцев погибают и Москвы не знают. Непременно идти к Москве, хотя бы умереть, а один предел учинить. И к донским казакам ведомость послать. «Если царевна в правительство не вступится, и по коих мест, возмужая царевич, можно взять и князя Василия Голицына. Он к стрельцам и в крымских походах, и на Москве милосерд был, а по коих мест государь здравствует, и нам Москвы не видать. Государя в Москву не пустить и убить за то, что почал веровать в немцев. Сложился с немцами». Все царевны стрельцов к Москве желают. Царевна Софья торопецким казакам дала денег по полтине, чтоб шли к Москве. Собрались круги, отставили прежних полковников и капитанов, а на их место выбрали новых и пошли к Москве. Но в Москве солдаты, и потому у стрельцов дорогую такая речь была, чтобы им побывать на бутырках, проведать у солдат, что у них делается. Стрелец Пузан отправился на бутырки к знакомым солдатам с Олениковым, и с одним из них виделся, но тот ему отказал. «Нам об вас заказ крепкий, и с вами не идем. Дела до вас нам нет, и вы как хотите». У стрельцов была и другая речь. Солдатами не биться по малолюдству. Всего 2200 человек. Обойти Москву и засесть в Серпухове или Туле и писать в Белгород, Азов, Севск и другие города к тамошним стрельцам, чтоб шли к ним немедленно. Все вместе идти к Москве и бить бояр. Страх напал на жителей Москвы, когда узнали о приближении стрельцов. Зажиточные люди начали со всем имением разъезжаться в дальние деревни. Между боярами начались споры о мерах. Наконец, мнение князя Бориса Алексеевича Голицына восторжествовало, и положено было выслать против мятежников боярина Шейна с генералами Гордоном и князем Кольцовым-Массальским. Войско у них было около 4000 и 25 пушек. 17 июня царское войско встретило стрельцов под Воскресенским монастырем при переправе через реку Истру. Стрельцы прислали к Шейну письмо, в котором жаловались, что в Азове терпели всякую нужду. Зимой и летом трудились над городовыми крепостями, потом из Азова перешли в пол к князю Рамадановскому. Холод, голод и всякую нужду терпели. Человек по полторасты их стояло на одном дворе. Месячных кормовых денег не ставало и на две недели. Тех, которые ходили по миру, били батагами. Из Торопца Рамадановский велел вывезти их на разные дороги по полку, отобрать ружье, знамена и всякую полковую казну, и велел конницы, обступя их вокруг, рубить. Испугавшись этого, они не пошли в указанные места. Идут к Москве, чтобы напрасно не умереть, а не для бунту. Пусть датут им хотя немножко повидаться с женами и детьми, а там, как представится, случаи, и они опять рады идти на службу. Шейн отправил Гордона в стаи к стрельцам объявить, что если они возвратятся в указанные места и выдадут бегавших в Москву также заводчиков настоящего бунта, то государь простит их, и жалование будет им выдано в указанных местах по тамошним ценам. Гордон понапрасну истощал всю свою риторику, как сам выражается, уговаривая стрельцов. Они отвечали, что или помрут, или будут на Москве, хотя бы на малое время, а там пойдут всюду, куда великий государь укажет. На дальнейшую риторику Гордона отвечали, что зажмут ему рот. Иноземцу не удалось. Шейн отправил русского князя Кольцова-Масальского уговаривать стрельцов. К нему вышел один из заводчиков, десятник Зорин, с черновою неоконченную челобитную, в которой говорилось. Бьют челом много скорбня и великими слезами московские стрелецкие полки. Служили они прежде их прародители, деды и отцы их великим государям во всякой обыкновенной христианской вере, и обещались до кончины жизни их благочестия хранить те, якоже содержит святая апостольская церковь. И в 190 году стремление бесчинства, радия благочестия, удержали, и по их великим государям указу в применении того времени их изменниками и бунтовщиками звать не велено. И по обещанию, как целовали крест, у благочестия непременно служат. И в 203 году сказано им служить в городах поугодно, а в том же году, будучи под Азовом, умышлением еретика-иноземца Франска Лефорта, чтобы благочестию великое припятие учинить, чин их московских стрельцов подвел он, Франска, под стену безвременно, и ставив самых нужных в крови местах побито их множество. Его же умышлением делан подкоп под их шансы, и тем подкопом он их же побил человек с 300 и больше. Его же умыслом на приступе под Азовом посолено по 10 рублев рядовому, а кто послужит тому повышение чести. И на том приступе, с которую сторону они были, побито при множество лучших. А что они, ради ему великому государю и всему христианству, Азов говорили взять привалом, и то он оставил. Он же, не хотя наследие христианского видеть, самых последних из них удержал под Азовом октября до 3-го числа. А из Черкасского 14-го числа пошел степью, чтобы их и до конца всех погубить, и, идучи, ели мертвичину, и при множество их пропало. И в 206 году Азов привалом взяли оставленный город строить, и работали денно и ночно во весь год при совершенную трудности. Из Азова сказано им идти к Москве, и по вестям были они в Змееве, в Изюме, в Цареве Борисове, на Мояке, в самой последней скудости. Из тех мест велено им идти в полк боярину и воеводе князю Михаилу Григорьевичу Ромодановскому в пустую ржеву на Зимовье, не займуя Москвы. И они, ради ему великому государю, в тот полк шли денно и ночно, в самую последнюю нужду осенним путем, и пришли чуть живы. И, будучи на польском рубеже, в зимнее время, в лесу, в самых нужных местах, мразом и всякими нуждами утесненные служили, надеясь на его великого государя милость. И по указу велено все полки и новгородского разряду распустить, а бояриного его до Ромодановски, вывечи их из торопца по полкам, велел рубить, а за что не ведают. Они же слышат, что в Москве чинится великое страхование, и оттого город затворяют рано, а отворяют часу в другом дня или в третьем, и всему народу чинится наглость. Им слышно же, что идут к Москве немцы, и то знатно последуя бродобритию и табаку во все совершенное благочестие и спровержение. Зорин требовал, чтобы Челобитная была прочтена перед всем царским войском. Разумеется, это требование не было исполнено, и Шейн мог ясно видеть из Челобитной, куда заходит дело, когда с одной стороны было выставлено православие, а с другой – еретик Франска Лефорт. Под скромным именем Челобитной это была злая выходка против царя, прикрытая выходкою против его любимца. Шейн мог ясно видеть, что переговоры и увещания усилили только дерзость стрельцов, тогда как успех против них не мог быть сомнителен. Это была не стройная толпа, не имевшая предводителя при недостаточной артиллерии. Начали приготовляться к битве. В обеих ратях служили молебны. Стрельцы исповедались и дали клятву помереть друг за друга безо всякой измены. Последний раз посланы им сказать, что положили оружие и винах своих добили Челом Государю. В противном случае начнется стрельба из пушек. Стрельцы отвечали, «Мы того не боимся. Видали мы пушки и не такие». Но Шейн и тут шел постепенно. Увидавший неуспешность переговоров, увещание угроз на словах, он попробовал постращать посильнее. Велел выстрелить, но так, что ядра перелетели через головы стрельцов. Это еще более их ободрило. Они стали распускать знамена, бросать вверх шапки и готовиться к бою. Но другой залп, и стрельцы замялись, несмотря на то, что некоторые кричали, «Пойдем против большого полка грудью на пролом и хотя бы умереть, а быть на Москве». Еще два залпа, и немного их осталось в обозе, который немедленно был занят царскими войсками. Битва продолжалась не более часу. В царском войске было ранено только четыре человека, один смертельно. У стрельцов убито 15 человек и ранено. Большую частью смертельно. 37. Разбежавшиеся из обоза были переловлены. Шейн разбирал и смотрел у них, кто воры и кто добрые люди, и которые в Москве бунт заводили. И после того были розыски великие, и пытки им, стрельцам, жестокие. И по тем розыскам многие казнены и повешены по дороге. Остальных разослали в тюрьмы и монастыри под стражу. Спытки винились в том, что была сделана второпция, и по выходе из него на двине. Но никто не сказал о письме от царевны. Получив от Рамадановского короля известие о бунте стрельцов и движениях к Москве, Петр отвечал ему. «Пишет, Ваша милость, что семья Ивана Михайловича растет, в чем прошу вас быть крепким. А кроме сего, ничем сии огонь угасить не можно. Хотя зело нам жаль нынешнего полезного дела. Поездки в Венецию. Однако сии ради причины будем к вам так, как вы не чаете». Рамадановский пишет о возмущении стрельцов, а Петру представляется, что растет семя Милославского. Остальные слова, что только крепостью можно угасить сии огонь, уже показывают сильное раздражение, которое внушало убеждение в необходимости крайних мер для уничтожения зла. «Привести в ужас противников, кровью залить сопротивление». Эта мысль обыкновенно приходит в голову революционным деятелям в разгаре борьбы, при сильном ожесточении от сопротивления, при опасении за будущность свою и за будущность проводимого начала. Зловещий ответ Рамадановскому обещал Москве террор. На дороге из Вены в Россию Петр получил известие о прекращении бунта победою Шейна. Между прочим, Венеус писал «Ни един не ушел, по розыску пущие из них посланы в путь иной темной жизни с возвещением своей братьей таким же, которые мнё и в ад посажены в особых местах, для того, что чаю и сатана боится, чтобы в аде не учинили бунту и его самого не выгнали из его державы». 26 августа по Москве разнеслась весть, что накануне приехал царь, побывал кое-где, был у девицы Монс, не был во дворце, не видался с женою, вечер провёл у Лефорта, ночевать уехал в Преображенское. В этот вечер или в эту ночь решено было дело, которое на другой день должно было изумить Москву и многих поразить ужасом. Пётр возвратился в Москву в сильном раздражении. Семя Ивана Милославского, стрельцы, пошли опять ему наперекор. Перед отъездом Саковнин, Циклер, стрельцы, только что отдохнул за границу, занявшись любимыми делами, как опять стрельцы не дают продолжать путешествие. Но стрельцы – это только застрельщики, это только вооружённая сила, за которую стоит масса людей, противных преобразованию, противных всему тому, чем уже заявил Пётр свою деятельность, с чем связал себя невозвратно, без чего не может существовать. Пётр хорошо знал, как смотрели эти люди на его деятельность. Он не откажется в угоду им от этой деятельности, напротив, он её усилит и, следовательно, возбудит против себя ещё большую ненависть, большее ожесточение. Сознание этого ожесточения в других страшно ожесточает его самого. Он готов к борьбе на жизнь и на смерть. Он возбуждён, он кипит, первый идёт напролом. Он бросится на знамя противников, вырвет и потопчет его. Это знамя – борода, это знамя – старинное, длинное платье.